МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну нет, тут ни условий, ничего практически. И это самое, тут машины проставляют, тут дети, тут пыль, все так говоря. Мы сейчас собрание проведем, протокол составили собрание. Будем обращаться к администрации города с просьбой закрыть этот пляж. На дворе лето и появились все поводы для старта пляжного сезона, но на центральном месте пляжного отдыха в Кирове никаких условий. Примечательное, что в выходные муниципальный пляж планировалось открыть официально. Терпение лопнуло, кировчане начали вручную засыпать ямы на дорогах. В город администрации говорят, что ямочный ремонт ведется всего лишь на трех участках. Обошлось без драки, но не без жарких споров. Сегодня в городской администрации прошли слушания по поводу установки в Кирове памятника Николаю II. Выбросил мобильник на Октябрьском проспекте. Водитель Светлый, 14-й, разговаривал по телефону и едва не попал в ДТП. Решил нагнать на самом финише, но не справился с управлением владельца одной из самых топовых машин. Участниц пришлось госпитализировать. В Кирове прошли соревнования Дрэк Рейсинг Киров. О главных событиях понедельника, 18 июня, расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Панекаровских. Здравствуйте! На дворе лета и появились все поводы для старта пляжного сезона. А на центральном месте пляжного отдыха в городе Кирове никаких условий. Примечательно, что в выходные муниципальный пляж планировалось открыть официально. Но в администрации объяснили информацию, все не так поняли. Пляж нужно постараться привести в порядок. А местные жители предложили вообще не тратить деньги и время на то, что уже не подлежит восстановлению. Речь идет о городском пляже прямо у Старого моста, где все заросло травой, кустами и строительным мусором. Нет условий, тем более предыдущий, как говорится, с того пляжа, вот глухих там, он вывозил отсюда песок даже, камазами, с этого пляжа возил туда, на тот пляж. Поднимал тот участок у себя и в результате сейчас тут низкое место, а там вообще. Так что все против того, чтобы здесь был пляж. Ну нет, тут ни условий, ничего практически. И это самое, тут машины подоставляют, тут дети, тут пыль, все это грянет. Мы сейчас собрание проведем, протокол составим собрание. Будем обращаться к администрации города с просьбой закрыть этот пляж. Никита Малюк говорит, что в прошлом отвечал за организацию всего муниципального пляжа у Старого моста. Сейчас отвечает только за подачу воды. Говорит, еще в пятницу поступило распоряжение включать. Но ни переодевалки, ни душевые еще даже не установлены. Более того, до основного пляжа пока даже не добраться, нет мостика. Единичные отдыхающие разместились на единственной, не заросшей травой и кустами площадке. Да и ее на выходных стало окружать приличная куча строительного мусора. Они возят сюда его. Сюда возят? Да, они сюда возят и сваливают сюда. Приходится здесь отдыхать, да? Ага. Пыль еще глотать. На кое может открытие, когда большая вода, берег неблагоустроенный, тут все сыро кругом, тут мусора полно. Ну, о чем думают городские власти? Ну, конечно, что тут большая вода, тут и не пройдешь, и вода тут еще холодная, не для купания. В управлении городского хозяйства города Кирова про изменение места отдыха пока ничего не говорится. Исходя из постановления городадминистрации, функционировать городской пляж должен был с 16 июня. В документе сказано и про необходимые условия для отдыха, и про дежурство спасателей и медиков. Дмитрий Печенкин объяснил, что дата 16 июня означала совсем не открытие, а начало подготовительных работ. Начались подготовительные работы. Это, во-первых, связано с обследованием дна, его прочисткой после паводкового периода на текущей неделе, либо на следующей по очистке самой территории. Где-то, например, у нас имеются после паводка оставшиеся там деревья, либо иной мусор. Планируется установить купальное оборудование, которое у нас традиционно на пляже размещается. Решение об открытии пляжа будет принимать специальная комиссия, в составе которой есть представители Роспотребнадзора, пояснили в администрации города. Но напомнили о том, что в связи с погодными условиями и высокой водой в Вятке в прошлом году муниципальный пляж, например, так официально и не открывался. Кстати, специалисты Роспотребнадзора уже сообщили, что в ближайшие дни изучат качество воды в Вятке в районе Старого моста. В пределах города воду специалисты изучили пока только на карьерах у Нового моста, в заборе и Стрижевских карьерах. Установлено, что нормативам там она не соответствует. Терпение лопнуло. Кировчане начали вручную засыпать ямы на дорогах. На днях водители троллейбусов не выдержали, ведрами носили камни, чтобы выровнять дорогу на перекрестке Октябрьского проспекта и Северного кольца. В понедельник в городадминистрации рассказали, что ямочный ремонт ведется всего лишь на трех участках, а капитальный ремонт с приходом тепла возобновлен. Последние недели из-за постоянных дождей дорожные работы были приостановлены. В минувшие выходные подрядчики возобновили работы на 16 участках. В дирекции дорожного хозяйства говорят, что претензий к подрядчикам пока нет. План к ремонту на этот год они уже выполнили на 30-40%. Что касается ямочного ремонта, то пока его темпы кировчан не устраивают. Например, на днях водители общественного транспорта не выдержали, а сами засыпали камнями ямы на перекрестке Октябрьского проспекта и Северного кольца. Говорят, из-за больших ям здесь и появились большие пробки. Где-то на сами камни бросали автобусники, возили ведрами и вот и пуля мы тоже делали все. Ну, по два ведра вот я осыпал. А так-то вообще глубокие были, понимаете? Невозможно есть. Невозможно. Здесь из-за этого пробки, понимаете? Вот засыпает постепенно, помаленчик. Ага, и что, как везется теперь? Плохо. Никаких камней не хватит, чтобы засыпать глубокие ямы на улице Менделеева. Они растянулись почти на всю ширину проезжей части. Чтобы уберечь свои автомобили, водители вынуждены совершать опасные маневры и выезжать навстречу. Ужасно. Даже не ожидал, что тут в таком месте может быть такие ямы. Просто ужас. Первый раз. В шехле нового. По-русски. Сюда бы послать, как говорится, в правительство. Уж чересчур плохие дороги. Это очень безобразно. Чересчур плохие дороги. Ну ладно, там я согласен. Ну вот, неужели вот эти ямки заделать нельзя? В городадминистрации рассказали, что ямочный ремонт идет пока только на трех дорогах. Это участки Комсомольской площади, улицы Добролюбова и дорога на Большое Скопино. В ближайшие дни в дирекции дорожного хозяйства пообещали все-таки добавить самые аварийные участки дорог в планы по ямочному ремонту. Без жарких споров не обошлось. Сегодня в городской администрации прошли слушания по поводу установки в Кирове памятника Николаю II. 150 человек собрались для того, чтобы все-таки разрешить спор устанавливать его в нашем городе или нет. Этот вопрос активно начали обсуждать еще с начала мая. Напомним, установить памятник царской семье предложила Вятская епархия. Подписи для возведения монумента в нашем городе ее представители начали собирать еще во время Великорецкого крестного хода. В результате собрали как минимум 4000 подписей из-за. Большую часть из них оставили жители, как ни странно, других регионов. Кировчане же изначально отнеслись к идее установки памятника царю. Неоднозначно многие не понимают, зачем городу этот монумент. Чтобы выслушать обе стороны, в администрации объявили о проведении публичных слушаний. Молодой человек, ты в какое время жил-то, ты мне скажи? Ты выжил в Советском Союзе, что ты несешь-то? На публичных слушаниях собралось примерно 150 человек. Были и те, кто за, и те, кто против. Спорили жарко и на протяжении нескольких часов. Большинство оказались против возведения монумента. Кто-то был недоволен идеей установки именно в городских парках и скверах. Говорили, что если епархия так хочет, может поставить памятник на территории у Трифонового монастыря. В итоге никакого решения принято не было. Вопрос пообещали внести в повестку уже городской думы. Теплая солнечная погода – это не всегда хорошо. Из-за повышения дневной температуры могут возникать природные пожары в лесах и торфянниках. Подробности далее эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове могут возникнуть природные пожары. Это связано с повышением дневной температуры. Сейчас специалисты отмечают второй и третий класс пожарной опасности. Под угрозой возгорания находятся леса и торфянники. По прогнозам МЧС, в день ожидаются до двух очагов возгорания. В Кировской области стало больше фальшивых денег. Чаще всего подделывают 100-рублевые, тысячные и пятитысячные купюры. Причем подделки отличаются хорошим качеством. Цвет не отличается от оригинала. Есть имитация металлизированной нити, перфорации и водяных знаков. В выходные кировчане могли наблюдать так называемую «медузу в небе». Этот эффект появляется при полете космических аппаратов. В ночь на 17 июня с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель со спутником ГЛОНАСС. Кировчане запечатлели полет на фото и видеокамеры и выложили в соцсети. Также световой эффект могли увидеть и жители области. Авиагруппа «Русские витязи» покажут элементы высшего пилотажа в Кирове. Вылетит группа с Пермского аэропорта. 23 июня в небе над набережной Грина они покажут свою программу на тяжелых истребителях Су-27. Выступление начнется примерно в 11 часов утра. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Выбросил мобильник на Октябрьском проспекте. Водитель Светлый, 14-й, разговаривал по телефону и едва не попал в ДТП. Работать по заявкам недостаточно. Глава администрации Илья Шульгин дал поручение избавиться от крыс в городе раз и навсегда. Решил нагнать на самом финише, но не справился с управлением владельца одной из самых топовых машин. Участниц пришлось госпитализировать. В Кирове прошли соревнования Дрэк Рейсинг Киров. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. В Кирове вынесли приговор 24-летнему Дмитрию Локтину. Молодого человека осудили за взрыв в гаражах на улице Солнечной. Напомним, ЧП произошло 14 февраля прошлого года в гаражном боксе, где занимались установкой газобаллонного оборудования. Баллон взорвался и гараж обрушился. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Упавшая стена едва не прибила молодую семью с трехлетним ребенком, которые после взрыва пытались спасти любое ценное имущество из комнаты. Стена обрушилась и вместе с ней уже в огне сгорели деньги и вещи семьи. Все сгорело вообще, все вообще. И документы, и вещи, и деньги. Женщину-водителя Рено с ожогами госпитализировали, сотрудники сервиса получили ранения, но от госпитализации отказались. В суде по итогам двух экспертиз было установлено, что причиной взрыва стало курение обвиняемого сотрудника сервиса Дмитрия Локтина. Его приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму более 5 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу, Дмитрий планирует его обжаловать. Не страдал, не плакал, а шутил и смеялся пьяный водитель Ауди, который пострадал в ДТП на улице Профсоюзной. Парень с приятелем хорошенько разогнались и обрезались в высокий бетонный бордюр. Заняться искусством никогда не поздно, но для начала, скорее всего, нужно будет решить проблему с законом. Заплатить штраф в 30 тысяч рублей и сдать права в ГИБДД. На перекрестке Октябрьского проспекта и улице Милицейской водитель Светлый, 14-й, разговаривал по телефону и едва не попал в ДТП. Чтобы он впредь не отвлекался от дороги, водитель другой, темный, 14-й, выбросил у него телефон. Диротизации по заявкам недостаточно. Уже больше месяца крысы терроризируют жителей города. Кировчане встречают грызунов по всему городу. Животные уже даже не боятся людей, бегают прямо по тротуарам. Сегодня глава городадминистрации Илья Шульгин дал поручение избавиться от грызунов раз и навсегда. Жители Кирова давно жалуются, что крысы не дают им покоя. Они обитают на придомовых территориях, в парках, скверах. Особенно много их на свалках и неблагоустроенных территориях. К счастью, для самих крыс таких мест в городе достаточно. Многие кировчане боятся, что крысы перекочуют и в дома. Я из этого дома постоянно, нам страшно здесь ходить. Вот мусор вчера вывозили молодые люди. Доски поднимают они вот прямо туда целыми, стадами перебегают. По три, по четыре штуки. Вечером идешь, они вот тут по пять, по шесть. Большую, да, ну какая крыса, крыса, крыса. Так громадная такая. Все время бегают. Потому что они вовремя убирают баки. Сейчас диротизацию делают только по заявкам жителей. Но сегодня на совещании в городадминистрации Илья Шульгин дал понять, что избавляться от грызунов нужно не по заявкам, а регулярно. Он дал поручение главам теруправления и управляющим компаниям до конца недели разработать план по выведению грызунов из города. Цитата. Раз и навсегда. А также заняться уборкой улиц и благоустройством дворов. Решил нагнать на самом финише, но не справился с управлением владельца одной из самых топовых машин-участниц. Пришлось госпитализировать. В Кирове прошел первый этап соревнований дрэк-рейсинг Киров. Момент неудачного финиширования сняли на свои телефоны зрители. Судя по эмоциям, они явно не ожидали такого исхода гонки. Как сообщили очевидцы, Nissan GTR стоимостью от 7,5 миллионов рублей сейчас восстановлению не подлежит. Машина вылетела с трассы, врезалась в Ford и в ВАЗ 14-й модели. Говорят, водитель, скорее всего, на эмоциях, проигрывая еще одному топовому участнику на 911 Porsche. Решил сразу после финишной черты показать, что из себя представляет 600 лошадиных сил. Он, по всей видимости, не справился с управлением. Самого водителя пришлось госпитализировать. Очевидцы сообщают, что у него была диагностирована черепно-мозговая травма. Таким был этот понедельник, 18 июня. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала ГОРД по телефону 470706. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова», первый городской канал. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова